Уважаемые коллеги, добрый день. Я хотел поблагодарить организаторов форума за то, что именно наша площадка выбрана в качестве площадки, где проходит форум. И я хотел остановиться на вот такой теме, которая представлена на слайде. Макроэкономические предпосылки развития бизнеса в сфере зеленой экономики. Почему я считаю эту тему важной? Она не косрается непосредственно, может быть, технологических проблем. Но вопрос вообще развития России, он во многом связан с изменением неких господствующих в обществе стереотипов и иного понимания происходящего в народно-хозяйственном комплексе и в его взаимодействии с кредитно-финансовой системой. И это понимание должно быть изменено в обществе. Если мы надеемся, что президент или председатель правительства должны просто сами волевым порядком что-то изменить, то мы с вами ошибаемся. Никогда такие процессы не происходят, пока не подготовлено общественное сознание. И мне кажется, что энтузиасты, собравшиеся в этом зале, а действительно работать в этом направлении пока приходится в основном на энтузиазме, как раз и есть та категория представителей нашего общества, которые могут нести вот эту миссию изменения общественного сознания. То есть, понимаете, доказать о том, что Солнце не вращается вокруг Земли, это миссия не императора той поры, а миссия Джордана, Бруна и Галилея. Вот в этом смысле мы с вами должны понимать. Я на первом слайде просто не буду даже останавливаться, потому что все мы понимаем, что проблема мегаполисной и техногенной урбанизации именно нашей страны, где в основном развиваются город Москва и Петербург, а Россия, у нас с вами 12 гектаров земли на человека в России вообще-то, если вы поделите общее количество земель, так вот они подзаброшены. Живем мы на одном проценте территории, на одном проценте территории находятся объекты промышленности и транспорта, а все остальное там ничего нет, кроме земли, матушки и леса. И если заниматься этим невыгодно, то тогда страна исчезает. То, что сейчас здоровыми рождаются буквально только до 20% детей, это следствие исключительно техногенной урбанизации. Ну и, пожалуйста, следующий слайд. Здесь я оставлю просто такую общую схемку базовых подходов к этой проблеме. Ну вот, прежде всего, в правом верхнем углу вы видите цифры. Вот на наш взгляд, это, в общем-то, цифры предлагаются греческим, значит, специалистам Доксиадисом, вот что мы разделяем. Значит, вообще говоря, для того, чтобы человечество сохранялось как биовид, оно должно сохранять следующие порции. На 40% должны воспроизводиться биоценозы, то есть никаких других функций, кроме сохранения растительного и животного мира, там не должно быть. И нога человека туда не ступает. Это заповедные зоны. 42% это зоны, где воспроизводится ресурс человеческий, здоровье человеческое, где люди только гуляют. 10,5% это обрабатываемые земли, где, в общем-то, продукты питания в конечном счете производятся. 7,3% это, значит, места для проживания и только 0,2% это промышленные предприятия. Ну и, соответственно, циклика решения задачи, она должна начинаться с анализа тенденций в биосперии и в демографии. То есть не с прибыли надо начинать, как сейчас ориентировано наше государство. Прибыль-то мы получим, но мы уничтожаем наш человеческий ресурс и человеческий потенциал. Какой смысл в прибыли? Вот, поэтому на первом месте, вот просто, ну, я не буду подробно останавливаться. Кто заинтересуется, тоже это где-то можно потом посмотреть на слайдах. Начинать нужно с анализа состояния тенденций в биосфере и в демографии. Исходя из этого, вырабатывается биосферно-экологическая политика, прогноз демографический формируется. Дальше выработка инфраструктурной и демографической политики государства. А уже только после этого нужно переходить к выработке политики экономического обеспечения, вот этой самой биосферно-экологической политики, которая до этого уже рассчитана. И только после этого хозяйственные деятельности, прибыль, которые получаются, они должны быть вторичны, если мы хотим сохранить биовид человек разумный. Ну, на следующем слайде я хотел просто маленькую выдержку. Недавно в Беларуси мы эти темы широко обсуждали. И вот такой подход к ноосферной экономике. Ведь посмотрите, даже такие традиционные стереотипы. Значит, есть, вы знаете, что вот как бы у нас всегда только две группы выделяются. Производство, средство производства и производство предметов потребления. То есть человек, он не выведен вот в цель. И вот здесь третья группа – это воспроизводство самого человека. Должна была бы быть так вообще. То есть где сейчас у нас человек? Человек, вот когда у нас остается только эти первые две группы, а человек где? А он со швабрами, с лопатами, в расходных материалах. То есть целеполагание экономики такое, какой сильный менеджер, который умеет сокращать расходы. Но человек-то сидит в расходах. Поэтому чем больше он сократил на человеке, тем как бы в нынешних стереотипах, тем более эффективна экономика. А в действительности человека нужно вывести из бухгалтерского баланса расходные части. И его воспроизводство человека считать основной целью производства именно по тому, как воспроизводится человек, оценивать, в общем-то, эффективность работы и предприятия, и первого руководителя в том числе. Но это принципиально иной подход. Мы сегодня танцуем только от прибыли. И еще раз повторяю, чем меньше мы вкладываем человека, тем, значит, более эффективно работает руководитель. Если посмотреть, ну и вот это так, по подходам. А теперь я скажу о базовых проблемах, не преодолев которые. На мой взгляд, мы не изменим ничего в тех вопросах, которые сегодня обсуждаем. Ну и вот, собственно, то, что мы сегодня начинали, вот Ирина Юрьевна упомянула это, что да, мы увязаны с проблемами реального сектора. То есть, ну если у нас реальный сектор остается на задворках, то тем более проблемы зеленой экономики, они еще дальше на заднем плане. И вот я хотел дальше остановиться именно на проблемах реального сектора, включая, безусловно, и зеленую экономику. Вот на следующем слайде я вам покажу, это просто я так со своего фотоаппаратика маленького делал фотографии, когда был в Эстонии. Это один из самых современных биоэнергетических комплексов. Он установлен на крупном комплексе молочного скотоводства, более тысячи голов, значит, дойная стада. И вот это комплекс полного цикла переработки отходов. Вот на слайде справа, там видна уже конечная линия, это энергетическая установка, потому что на выходе электроэнергия просто из этого комплекса. Электроэнергия, которая подается в сеть. И я спросил у хозяев, значит, этого комплекса животноводческого, как вообще вам удалось это организовать, что, где вы средства нашли. Ну вот краткий ответ, на что иногда часто предприятия подталкивают, давайте как-то переработку, не вывозите отходы на поля, перерабатывайте. Вот вам пример по Эстонии. Они мне сказали так, мы не вложили в этот проект ни одной копейки. Имеем в этом проекте 60% собственности, то есть 60% принадлежит им. Я говорю, а как так бывает? А так мы основное поставляем, мы поставляем навоз, навоз наш, и поэтому 60% наших. Все остальное, значит, это фонды европейские. И второе финансирование, это энергетическая компания, которая, имея дотации на зеленую энергию, дальше как-то отбивает свои расходы. Вот общие затраты порядка 5 миллионов евро. И еще раз повторяю, 60% в этом биоэнергетическом предприятии принадлежит сельскохозяйственному производству. Поэтому, когда мы приходим на птицефабрику и говорим, давайте, возьмите кредиты, построите, значит, биокомплекс перерабатывающий, ну просто там никак не бьется эта экономика, в принципе. Вот это мы должны понимать. А почему не бьется, я вот дальше поясню. Ну вот еще одна картинка, следующая, это производство биогумуса. Это черви, причем технологии тоже достаточно известные, но не широко распространенные, может быть, это необоснованно. Мы очень быстро как-то, вот, Бычков Сергей Васильевич на нас вышел с этой идеей, и буквально два дня назад мы подписали все документы по созданию малого инновационного предприятия нашего университета, где мы предоставляем помещения, и навозом тоже нас, Бог не обидел, у нас дойное садо, 450 коров, вот, свое собственное, ну и, конечно, партнеров у нас очень много. Ну и вот мы такой проект сейчас запускаем, сейчас готовим, значит, площадку, и в ближайшее время будет завезен червь. Так вот, почему же у нас эти вопросы не идут? Эти вопросы не идут потому, что мы с вами, в принципе, неверно оцениваем технологию взаимодействия реального сектора и кредитно-финансовой системы. То есть у нас получилось так, что деньги – это как бы вот самое главное, самое главное, и мы слышим даже на уровне правительства, да, у нас вот нет денег, вот это просто следствие порочных стереотипов, господствующих в обществе, потому что такого не бывает, потому что деньги – это просто информация, это информация или на бумажных, или на электронных носителях. Значит, что такое деньги? Деньги – это как бы они должны быть по закону, по-божескому, тенью ваших реальных возможностей, потому что это просто бумага. То есть если у вас, ну берем там, скажем, жилищное строительство, вот у вас есть земля, у вас есть лес, у вас есть кирпич, у вас есть строители, у вас есть инженеры, у вас есть спрос на жилье – нет денег. Так напечатать их просто нужно. Япония всегда печатала деньги только под инвестиционные проекты. То есть если есть проект лет на 50, на 70, они спокойно печатают денег столько, сколько нужно. По моим оценкам, ну я вам потом таблички даже покажу, ну по крайней мере в 10 раз при наших масштабах денег должно быть больше. Просто, ну это информация о наших возможностях, потому что когда, вот если у вас, скажем, нет электроэнергии или нет строительных материалов, вот тогда деньги нельзя печатать. Но если все есть, то нужно просто отобразить эти свои возможности в виде, как бы так сказать, эмиссии денежной. Это вовсе… У нас же вот все есть, но нет денег. Еще раз говорю, это нелепость. Это мне напоминает ситуацию, которую характеризовал Казьма Прутков, потому что реальный сектор вообще-то и сфера услуг – то, что нужно людям. Это Солнце, если угодно, жизни нашей. А финансовый сектор – это Луна, это… того, что у нас есть, не более того. Так вот у нас Солнце и Луна в этом смысле поменялись местами. Казьма Прутков как-то спрашивает, скажите, а что для человека важнее, Солнце или Луна? И отвечает, ну, конечно же, Луна. Солнце светит днем, когда и так светло, а Луна светит по ночам. Вот один в один такая логика у нас сегодня доминирует во взглядах на вообще производственно-потребительскую и финансовую систему страны. И вот на следующем слайде я вам хочу проиллюстрировать следствие вот таких подходов. Просто, чтобы не быть голослованным, я прямо взял вот таблички, ну, из оригинальных документов, чтобы не просто я сам придумал. Вот слева представлен проект постановления правительства о, значит, федеральной целевой программе устойчивого развития сельских территорий на 2014, ну, с 2014 по 2020 год. Это на 7 лет. И вот внизу там, видите, табличка, я там подчеркнул внизу, на эту программу на 7 лет выделяется правительством 90 миллиардов рублей. Как-то Дмитрий Анатольевич выступал, говорит, ну, 90 миллиардов рублей, и сам спрашивает, много это или мало, но это приличная сумма. Вот я как раз и хочу сказать, что, ну, вот мы должны с вами как-то уметь нести информацию в общественное сознание, что это не совсем так. Почему? Потому что рядом у меня здесь для сравнения приводятся балансы Сбербанка, да. Чистая прибыль Сбербанка за 2012 год составила 347 миллиардов рублей. То есть 90 миллиардов рублей, которые выделяются на 7 лет, это прибыль Сбербанка за один квартал. Поэтому, если бы государство додумалось хотя бы прибыль одной из сотен финансовых структур направить, ну, извините, прибыль остается после того, как на Мерседесы заплатили, за офисы на Невском заплатили, золотые парашюты оплатили и все остальное. После этого остается прибыль. Давайте попробуем вот как-то представить себе, что прибыль Сбербанка была бы направлена на зеленую экономику, на территориальное развитие. Во сколько увеличилось бы финансирование? В 28 раз. То есть я хочу сказать, что когда мы с вами говорим о том, что вот как-то нужно помочь, это нелепо, когда мы там пробиваем. Вот надо на 3% нужно увеличить в сотни раз. И это, как вы видите, не проблема. Это не проблема, это просто абсолютно нелепые взаимоотношения между реальным сектором производства и кредитно-финансовой системой. И все. И я вам привел только одну структуру. И вы видите, одна структура может решить увеличение финансирования развития территории в 28 раз. А если их десяток структур, то, соответственно, в 208. Ну, то есть я и говорю, что в сотни раз нужно на эти вопросы увеличить финансирование. Вот. А почему же это не происходит? Что этого кто-то не понимает? Вот я хочу вас разуверить. Это все понимают. И вот займу ваше внимание две минутки. Значит, на прошлом экономическом форуме, когда обсуждались эти проблемы, выступал Греф. Я сейчас приведу кратко его ответ. Было выступление на нашем Петербургском экономическом форуме, где было сказано, что вообще вот, ну, примерно, как я говорю, что нужно дать информацию людям. Они многого не понимают. Нужно дать информацию о том, что у нас многое несостоятельное. И изменить после этого, изменится, когда люди это поймут. Вот теперь давайте послушаем ответ Германа Грефа, председателя Сбербанка, на эту реплику. Пожалуйста, включите кратко. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Потому что вы говорите, несмотря на это страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически, в руки населения. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком участии жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Вот вначале было плохо слышно, он начал с чего, он сказал, да вы что говорите, разве можно людям давать информацию? Мы же тогда потеряем управление. Вот, собственно, вот об этом я и хочу сказать. Поэтому то, что я сегодня даю вам, это как раз вот выбивает почву из вот такой позиции. Потому что пока люди не поймут, так и останется у нас все это по-прежнему. Значит, вот на следующем слайде я вам тоже хочу очень просто пояснить, что это действительно реальная манипуляция просто сознанием, когда нам рассказывают о том, что у нас судный процент большой, и потому, что у нас инфляция. В действительности, вот посмотрите таблицу у меня. За 2011 год я привел по всем, ну, по ведущим странам мира. Вот слева инфляция, а справа ставка рефинансирования. Ну, во-первых, мы с вами живем и работаем в рамках так называемого Вашингтонского консенсуса. Вашингтонский консенсус – это так называемая экономика, которая была разработана для стран Латинской Америки. Но с 90-х годов команда специалистов из Соединенных Штатов приехала в наше правительство и адаптировала эту разработку под экономику России. И вот благодаря этим навязанным стереотипам, значит, у нас происходит все прямо противоположное тому, что происходит в развитых странах, потому что мы с вами ответная часть. То есть Америка может печатать деньги только тогда, если мы с вами ведем себя, ну, соответствующим образом. А если мы тоже начнем печатать, то тогда, как бы, так сказать, развалится их стратегия. Так вот, давайте сопоставим Соединенные Штаты. Ну, во-первых, с 2008 года, как только произошел, значит, кризис, моментально в один день они сделали учет, ставку рефинансирования 25 сотых процента годовых. И сказали, что на десятилетия вперед мы ее будем сохранять. Они ее с той поры и не изменили. А где вам рынок? А нам они говорят, что ставка должна рыночно регулироваться, и она определяется инфляцией. Я утверждаю, что наоборот. Ставка рефинансирования – это и есть задающий генератор инфляции. Вот какая у вас ставка, такие у вас будут росты тарифа естественных монополий, и такая у вас получится инфляция. Но первично ставка. Какую ставку вы назначили, так сказать, просто субъективно, так все и пойдет. Так вот, посмотрите, ну даже если у нас говорят, что ну мы привязываемся вот к инфляции, ну чем объяснить, что ставка ниже, чем инфляция в Соединенных Штатах в 13 раз, там-то инфляция, посмотрите, 3 процента, значит, в Европе в 3 раза, в Великобритании в 9 раз, а у нас либо равна, либо больше, чем инфляция. Вот, собственно, пока мы это с вами не поймем, что это просто вот такая обманка, которая предложена нашей стране. И еще раз хочу повторить, я говорю это вовсе не в укор, там, руководству страны и прочее. Дело в том, что каждый народ заслуживает своего правительства. Вот это нужно, чтобы люди это понимали, потому что это элементарно, это очень просто, это стереотипы нужно изменить, и изменить их, кстати, в системе образования, чем мы серьезно занимаемся. Вот на следующем слайде я вам, ну просто, опять же, в порядке иллюстрации вот этих принципов Вашингтонского консенсуса. Вашингтонский консенсус говорит, что эмиссию нельзя проводить, будет инфляция. Теперь давайте посмотрим на эмиссию Соединенных Штатов. Посмотрите, с 1973 года, когда отменили золотой стандарт, объем денежной массы начал резко возрастать. А посмотрите теперь последние события. 2008 год, кризис. Что происходит в Соединенных Штатах? Они за это время, за 3-4 года, напечатали денег больше, чем за всю историю Соединенных Штатов предыдущую. За, вот, более чем за 100 лет. За 3 года. А где у них инфляция? Никакой инфляции нет. А как же тогда нам доказывать, что деньги печатать нельзя, будет инфляция? То есть, инфляция определяется не количеством денег, а умением управлять деньгами. Если вы напечатали денег в 10 раз больше, чем сейчас, и все эти деньги пошли в сферу производства, и вы увеличили количество заводов, фабрик, то инфляция у вас снизится, потому что у вас будет больше продукции. И вы прекрасно помните, как эти процессы решались раньше. Были контуры обращения денег отдельные. Был контур обращения безналичный, связанный только с производством. Был контур обращения наличный, связанный с потреблением. И был контур международной торговли. Значит, можно решать какими-то иными методами, но все равно деньгами нужно управлять. А если и не управляешь, конечно, они по карманам расходятся, и идут на потребление инфляции. Ну и еще один слайд отношения денежной массы некоторых стран мира к объему валового внутреннего продукта. То есть, это насыщенность экономики деньгами. Она должна быть у всех одинаковой. Ну, если, условно говоря, у всех с головой нормально, то у всех должна быть одинаковой. Потому что это отношение М2 к валовому внутреннему продукту. То есть, если у страны небольшое производство, ну и, соответственно, отношение, оно будет всегда одно и то же. Если принципы организации экономики одинаковые. Так вот, посмотрите, Япония, она всегда устойчиво держит этот коэффициент в районе 200-250. А Россия с момента перестройки догнала это до 25%, и в этом диапазоне мы колеблены. Вот весь секрет. Никаких других секретов нет. Почему Япония, скажем так сказать, такие. Или посмотрите на Китай. Чего там было в Китае в начале перестройки нашей? А так же, как и у нас было. А сегодня они обходят Японию по капитализации. То есть, просто нужно напечатать деньги и все. Потому что, еще раз, деньги информация. Но не просто напечатать, а научиться ими управлять и направить их в реальный сектор производства. И разграничить жестко деньги, которые идут в реальный сектор, и деньги, которые, ну спекулятивные, с Аристотеля, Аристотель еще говорил, что есть два вида денег. Деньги, родители у которых сами деньги, и деньги, родители у которых труд. А дальше говорить, что вот первые деньги, они чужды природе человеческой, и не должно быть денег, родители у которых сами деньги. Ну и последний пример, который я приведу. Значит, это в интернете очень широко представлена информация. У нас подписано соглашение с хозяйством Шаймуратова в Башкирии. Они пользуются нашими наработками, разработками. И они выпустили так называемые товарные талоны. Вот они представлены у меня тоже в кошельке. Их достаточно много, могу продемонстрировать. Правда, чтобы товарить, надо ехать в Башкирию. Значит, что это такое? Это деньги без процентов инфляции. Они описаны достаточно широко в литературе. Можете поднять литературу немецкую. Маргарет Кеннеди, так и называется работа. Деньги без процентов инфляции. Так вот, в Башкирии простые ребята, 35-40 лет директор сельскохозяйственного предприятия напечатал вот эти товарные талоны, так называемые. Смысл их в чем? Что на деньгах там невозможно заработать. Деньги каждый месяц немножко обесцениваются. То есть их невозможно сохранять и невозможно в деньгах хранить богатство. Так, кстати, было в Европе с 1000 по 1300 год. Там деньги имели отрицательный процент. То есть их невозможно было сохранить в банке, потому что в банке они через два года там уже ничего не оставалось. Они каждый год дешевели. И их сохранить можно было только в земле. И именно тогда, это период расцвета, количество огромное, мельниц водяных, ферм, замки все европейские, как продукт коллективного туда были созданы. И я вам приведу только один пример. Вот напечатав эти товарные талоны, потому что деньги печатать нельзя, это уже фальшивомонечество. А это товарные талоны с таблицей обесценивания. У них в течение года, слушайтесь в эту цифру, оборот вырос в 13 раз. В 13 раз вырос товарооборот за один год, после того, как они ввели эти деньги. Ну и, конечно, когда все развивается, а кругом тишина, естественно, к ним прокуратура, налоговая там, так сказать, они очень долго судились. Последний суд они выиграли в Верховном суде, потому что это не деньги, в них невозможно хранить свое богатство, их оправдывали. Но до сих пор идут разборки. Но я это не привожу пример не для того, чтобы завтра мы с вами начали все там, так сказать, пищать локальные деньги. Но это сейчас такая практика идет по всему миру. И вообще-то говоря, клиринговые расчетные палаты создавать, это очень здравая идея. Вы понимаете, допустим, та же Ленинградская область, чтобы заплатить пенсии, она вынуждена заимствовать деньги. А пенсионер же деньги не ест, он, так сказать, идет, эти деньги несет правительство за жилье, за свет, за газ. Поэтому если бы мы проработали системы клиринга, то тогда мы резко снизили бы потребность в деньгах и в процентных расходах. Но это невыгодно банковскому сектору. Поэтому такие эксперименты, они и раньше, и сейчас под воздействием банковского сектора, в общем-то, как-то там тормозятся. Но тем не менее, руководитель Шеймуратова был приглашен на встречу с президентом, которая была в последнее время публичная. Ну и завершая, я хотел сказать, что, конечно же, тема зеленой энергетики, она особенно близка нашему университету. Она связана в том числе и с развитием, прежде всего, территорий нашей страны. Мы сейчас прорабатываем такой очень серьезный проект «Агрополис Северо-Запад», где хотели бы иметь вообще такие вот модели всех самых современных технологий, прежде всего зеленых технологий, и модели сельскохозяйственных технологий, самые современные. У нас сейчас небольшая выставочная площадка. Здесь же рядышком, вот кто желает посмотреть, может, там все модели и домов, и инженерных сооружений, и обустройство территорий. И вот совсем недавно здесь у нас очень серьезные переговоры идут при участии Ленинградской области. Весна Тихвин – это одно из самых таких передовых предприятий по закрытому грунту. И администрация президента очень активно заинтересовалась этим проектом. Кроме этого, сейчас с Минобороны мы очень серьезно обсуждаем проблемы возможного возрождения сельскохозяйственной и вообще малой авиации. Очень много для этого предпосылок. Здесь аэродром в Пушкине, есть как раз Минобороны, предназначенные для этих целей. Площадочки еще сохранились, посадочные в хозяйствах. Есть буквально два дня назад, вот мы только эту идею поставили, и в течение недели там случайно совершенно подошли пять человек, которые закрывают эту проблему в целом. Буквально на днях нам даже доставят самолет, уже поставят на эту площадку, потому что есть команда энтузиастов, которая разработку выполнила, калибри самолетики, вот такой малой сельскохозяйственной авиации, потому что это архиважно для сохранения территорий, поскольку и пожары, и наводнения, и разного рода ситуации, которые возникают техногенные, они, ну и также просто перемещения, я уж не говорю о сельскохозяйственных работах, то есть если заражение произошло каким-то опасным вредителем, то счет идет на часы, или в течение дня будет обработано это поле, или оно погибнет полностью, и произойдет, как бы, так сказать, вот уже такая мощная проблема возникнет. Поэтому вот некоторые просто из вопросов, которые сегодня в поле нашего внимания, еще раз хочу вас поблагодарить за то, что выбрали нашу площадку, но и не могу не вспомнить, что для меня это знаковая такая ситуация, сегодня проходит, сегодня вы знаете, день рождения Пушкина, Пушкина я считаю пророком русской цивилизации, и сегодня в 22.50 телекомпания «Мирфильм» покажет с моим участием по Пушкину. Поэтому я, с учетом того, что мы с вами находимся в городе Пушкине, и что все здания нашего университета расположены вокруг Царскосельского лицея, позволю себе несколько минут вашего времени занять, чтобы сказать о том, как, на мой взгляд, «зеленую экономику» понимал Александр Сергеевич Пушкин. Он говорит по этому поводу так. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги, или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчета не давать, лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи, не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы красотам, и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща сладостно, восторги, умиления. Вот счастье, вот права. Вот такого счастья я и хочу пожелать участникам нашего соревнования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова